И сейчас наше уже традиционное интервью с победителями в европейской программе категории любителей Владимир Рудько и Мария Иванова. Ребята, чем эта звезда отличалась от предыдущих? Отличалась тем, что почему-то зрителей меньше было, чем обычно. Это, наверное, то, что я больше всего заметил. А так, я забыл про камеру. А если говорить о хорошем? Ну, вообще, хорошо танцевалась, несмотря на то, что не было много зрителей, я хорошо танцевалась. Хорошая атмосфера все равно. И танец. Я довольна. Маше сегодня новый имидж, прекрасное платье. Я попрошу Андрею показать его. Привыкли обычно такие светлые тона, а тут все так ярко. Да, решили немножко изменить. Чья идея? Ну, вообще, педагогик посоветовали. И моя. Хотелось чего-то яркого. Уже устал от белого. Хотелось яркого. Владимир оценил? Да, да, конечно. Мне очень нравится это платье. Мне нравится, да. В общем, как обычно, как я всегда говорю, мне все нравится, да. Классное платье. Классный турнир. Все классно. Все отлично. Это прекрасно, ребята. Вот вчера мы буквально опубликовали новость о том, что образовался Союз танцевального спорта России. И вот они пообещали, что в чемпионатах и первенствах России смогут принимать участие пары из любых организаций. То есть все граждане России. Это интересно для вас. Как вы считаете, важно это для развития танца? Я думаю, что это очень хорошо, что они приняли такое решение. Но я думаю, что у нас все-таки уже свой путь. И я сомневаюсь, что мы примем участие. Ну, не, я задумался в первый момент, конечно, когда увидел. Но я думаю, все-таки у нас все равно уже расходятся дороги с спортивной организацией. Немножко разные стили танца и задачи вообще. Поэтому я думаю, мы вряд ли примем участие. Но это хорошо, я считаю. Для развития, мне кажется, это хорошо. И мне кажется, вообще перемены, вообще это хорошо, когда что-то меняется. Но посмотрим, насколько хорошо через время. Я думаю, время покажет. Время покажет. Сейчас ничего не могу сказать, насколько. Как бы перемены это хорошо, но время покажет. В этом месяце, в минувшем уже, вы много танцевали в Англии. Скажите, как сложились для вас эти соревнования? Какие впечатления они вам принесли? Сложились по-разному. Мы танцевали три турнира. Два небольших перед УК и УК. И на самом деле с каждым турниром было лучше и лучше. Это наша такая особенность с Машей. Нам лучше танцевать перед крупными турнирами. Ну, еще какие-то небольшие, чтобы размяться, можно так сказать. Наш важный турнир, хороший результат. УК сложился для нас очень хорошо. Да, мы рады, мы довольны. Мы сделали тот результат, который хотели. И теперь будем развиваться дальше и стараться еще лучше показывать результаты. У вас такая особенность пары, вам надо размяться, чтобы показать свой лучший танец. А вот на турнире, какое оптимальное количество туров, чтобы была именно вот та конфетка? Чтобы не устать и показать хороший танец, да? Ну, мне кажется, четыре, да? Четыре? Или нет? Да. Я чувствую, что четыре, да. Ну, всегда обычно больше, да, получается? Да, ну, бывает больше. Но сегодня мы танцевали три. Сегодня три, да. Можно, я бы еще хотел потанцевать, но тоже нормально. Сейчас еще танемся. До завтра. Ребят, когда мы вас в следующий раз увидим на паркете? Возможно, в следующие выходные. Да, на следующей неделе. У нас будет еще турнир проходить, Russian Cup. Хороший турнир. По-моему, в прошлом году тоже танцевали. Да, да, да. Хороший турнир. Он еще молодой, но приглашают хороших педагогов. Судей. Да, судей. И организация, по-моему, тоже была хорошая. Так что, наверное, увидимся через неделю. К сожалению, камера будет в другом месте через неделю, поэтому так, с запасом с вами сегодня побеседуем. Мы с ним видео и пришлем. Договорились. Ребят, мы вас поздравляем с победой. Спасибо. Спасибо. Желаю вам всего хорошего. Спасибо за интервью. Спасибо.